Хаванагила, друзья, с вами Бёрди Буч, и перед нами тот самый танк с ведром КВ-85. Изначально я хотел сделать видео сравнение двух очень похожих машин, собственно КВ-85 и первого ИСА, но потом подумал, не гоже в такое видео пихать какой-то непонятный танк без ведра, но достаточно шуток о ведрах. Как и подавляющее большинство советских танков, мы расположены на очень удобном боевом рейтинге. Знай себе, катаем против каких-то лоушерманов, чафиков, каких-то чуть ли не третьих пазиков, и благодаря этому, разумеется, имеем и приятный винрейт, и достойное КД. Собственно, зачем и приходят в советскую ветку игроки War Thunder. Но достаточно шуток о советах. Правда в том, что мы почему-то действительно часто играем в топе. А учитывая, что с нами в тиму может кинуть и немцев, то и главной угрозы в лице их пушек мы благополучно избегаем. Поговорим о минусах. Танк достаточно слопочен, и та же 34-ка гораздо, гораздо шустрее. Причем разница в БР всего лишь одна ступень. Но так как поклонники советов парни скилловой, то никакой челлендж нам не страшен. Кидает постоянно в топ. Ну что ж, будем играть и стоически переносить сие испытания. Вообще, сама концепция тяжелых танков мне нравится. И хотя у нас в тундре редко что-то кого-то не пробивает, но есть, есть еще тунчасы, которые в состоянии дать нам такой геймплей. КВ-85 попав в топ против союзников, это очень неплохой выбор. И не самая легкая для них цель. С другой стороны, те же КВ-1 в аналогичной ситуации куда страшнее. Юзаем снаряд 365А и не имеем проблем с броневым. Более того, одно из качеств, которое позволяет так приятно играть на советах, их, фух, так скажем, иммунитет к авиации. Уничтожить пантеру или пазик ракетой достаточно просто. Но попробуйте ушатать КВ каким-нибудь хваром. Во-первых, крыша КВ достаточно крепка. Во-вторых, эти вечные, всем надоевшие, всех доставшие наклоны бронелистов. Ситуаций, когда ракета рикошетит масса. Даже если вы отлично ими стреляете, вы все равно с таким сталкивались. Я уверен, бомбой да, бывает. Ракетой крайне редко. Если вы встретили такой КВ в бою, стреляйте в башню. Там сидят три танкиста, не считая собаки в корпусе. Особенно если КВ смотрит на вас. Если стоит боком, можно и по классике. Аккурат под башенку. Танк выходного дня. Есть такие танки. И вот КВ-85 один из них. Он не ультимативен, но очень приятен. Единственный минус слабые УВН. И хотя я крайне редко на них жалуюсь, вот сегодня что-то захотелось. Возможно потому, что я стараюсь играть аккуратней. Как говорится, не в том и возрасте, чтобы постоянно быть на острие атаки. Ибо если постоянно быть на острие, то можно и порезаться. Так что берем КВ-85, голубую мечту пенсионера, и даем дорогу молодым. А сами спокойно киллстилем со второй линии. Кому подойдет этот чудо-танк? В первую очередь, тактически мыслящим игрокам. Танк не для раша и не для обходов. И конечно же, не высовывайтесь почем зря. Это вам не ИС-6. 7. 8. 9. Раз вас не пробьют, но на десятый повезет даже французскому резерву. Глянем статку. Статка хороша. Ставьте лукасики, подписывайтесь на наш канал. Это, так сказать, всячески приветствуется. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Вступайте в прекрасный паблик Панцер Софа. Ссылки, как всегда, в описании. С вами был Берди Буч, друзья. До новых встреч. Peace. Субтитры подогнал «Симон»